всем привет сегодня на обзорном столе бесконечный кризис абсолютное издание издательство азбука как кризис на бесконечных землях это прекрасная изданная книга в большом формате с черным переплетом под кожу и стеснением на обложке и супер обложке формат типичный для абсолютных изданий наподобие кризиса справедливости или тех же хранителей от азбуки начинается издание с такой красивой вставки тоже как это было собственно из кризиса на бесконечных землях самой темной ночи рисунок фила хименеса главного художника комикса собственно на пересменку скажем так ему виду большого загруза большого объема здесь работы сложности иллюстраций приходили также джордж перес собственно ветеран комиксов и единственный художник кризис на бесконечных землях а также джерри ордвей и айван рейс причем джерри ордвей можно сказать тоже в какой-то мере больше ветеран комиксов а иван рейс тогда еще был начинающим художником по меркам остальных индустрии и сейчас принципе иван рейс стал теперь тоже ветераном одессе комикс и в принципе очень много работал в том числе и с джеффом джонсом сам комикс начинается с предисловия гранта морисона она честно говоря меня очень приятно удивило тем что я немножко переосмыслил контекст в каком времени был сделан кризис так я все читал довольно таки юнцом скажем так об этом не задумывался сейчас же мне многие мысли интересные пришли в голову на тему того что сам все бесконечный кризис это такое идейное продолжение помимо само собой кризиса бесконечных землях это его прямой сиквел это идейное продолжение того что началось в 2003-2004 годах когда издательство dc начало разработку и собственно четвертом году выпустила кризис identity crisis комикс бреда милцера очень мрачный комикс темный с нестандартными с про героики темами которые многие фанаты очень негативно встретили то есть комик до сих пор принципе взрывает комьюнити на две части вот но для себя как для тогда еще очень молодого читать для комикса само собой читал я позже четвертого года это все ну принципе тоже это ранее года тысячи может быть 6 7 и для меня тогда это был такой скажем так он не сломала мое детство но она сломала моих супергероев потому что принципе комикс очень жестокие были и здесь продолжаются эти мотивы бесконечный кризис очень жестокий комикс отображающий эпоху краски гранд моррисона выступления очень четко подмечаю что эти комиксы все были сделаны на волне паники который охватывал сша моральные морального падения на фоне теракта 911 и это все здесь очень жестко отображено то есть погибают многие герои земля изначально кайца татары именно по той причине что троица дисси чудо-женщина супермен и бэтмен повздорили скажем так каждый по своей причине не может больше быть в лиге не собственно как раз таки первый номер очень красиво убивает на фоне их диалога и битвы с могу разбивает еще убивает извините дядюшку сэма вот одного из такого буквально ложка сам метафоричного персонажа символизирующего соединенные штаты америки метафора вполне очевидная к слову эти вот иллюстрации для пущего эффекта были добавлены же на постпродакшене комикса уже после синглов именно на продакшене сборника в конце в допах красоты комментарий есть очень любопытный нюанс и так троица собственно рассорилась расходится чудо-женщина убила максвеллорда чтобы он не мог интоллировать супермена бэтмен на фоне айдентик разве стал полным параноикам не то чтобы на это не было причин и супермен собственно сомнился в том что он здесь делает кто вообще его друзья тут же появляются персонажи из кризиса бесконечных землях как это так как это повторюсь прямой сиквел того события если в кризис на бесконечных землях все разные серии дисси комиксов включая издательство которые были имею куплены вроде фасад комикс на базе персонажа которых были созданы хранители они представляли разные миры и многие читатели вводили в ступор новых читателей особенно дисси было принято решение все это вместе слиять в одну землю с одним таймлайном в этом ивенте спустя 20 лет как раз таки на годовщину можно сказать принципе финала кризиса плюс-минус старого было принято решение наоборот сделать декомпрессию и по итогу по итогу этого события вместо одной земли стала 52 земли что собственно позже активно доел из том числе гранта моррисона на multiversity и в принципе концепции дисси работе над многими историями и в том числе потом все это символически переросло в университут в рамках названия и работать с параллельными землями как отдельными опять же тайтлами каждый на своей земле и вселенной происходящими собственно то что было позже мы говорить сегодня будем и слишком обширная тема этот же ивент он ну одновременно и поднял и уронил планку дисси в свое время это обязательный прочтению комик всеми читателями скажем так командных комиксов дисси поскольку эта серия основополагающие том же происходило вот с 2006 года и до самого ребута вселенной в new 52 после уже принципе кризис можно довольно номинально понимать и знать ну чтобы читать классный комикс вроде фонарей джеффа джонса бэтмена гранта морисона и все вот эти вот замечательные вещи эпохи нулевых том числе то что в россии не издавалось например джаза сайте of america джеффа джонс и его flash кризис в принципе понимать необходимо что там произошло что было но здесь очень сложно уследить за всеми сюжетными линиями и более того на мой взгляд не все они так уж ли вас важны например здесь закладывается джеффа джонсон заранее сюжеты для его серии teen titans для его серии legion of super heroes точнее это была не серия а такой кроссовер из трех частей это был лайтнинг сага суперменом за лично супер хирус опять же на ранее суперменовском джеффа джонсона экшен комикс и других сериях и треть часть трилогии была уже в рамках final crisis гранта морисона который был в 2008 году некоторые азбука наверняка тоже издаст у нас на фоне их анонса о бэтмена гранта морисона ближе на супер хирус лиджи of free world называлась серия в ней завершилось как бы такое становление нескольких итераций легиона супергероев команды с будущего вдохновленные действия суперменов прошлом и здесь это тоже все частично немного закладывается но в целом комик сам по себе тоже читабелен более чем самостоятельно и опять же повторюсь так как это сикл кризис на бесконечных землях в том числе и персонажи и многие локации не символические отсылки все это здесь есть обилие персонажей которых в русский комикс не появлялась например как раз таки члены джаз и со сайтов америка в том числе вот мой любимый star girl теперь же многие на знакомые по сериалу седава тинтайтанс серия в том числе важный персонажи как конор и чудо-девушка все эти персонажи будут большую роль играть особенно для лора флэш здесь важные события происходят в том числе как раз таки по сути инфинк рейсом джив джонс так вот можно сделать такой эпилог для своего рана на воле далее передавая эстафету в том числе и другому флэшу под своим же пером во реальную и другим совершенно событием другому кризису опять же мажут на старый комикс всего есть очень много и любопытно как в конце в одной из сцен которые не хочу показывать что вы не были полные спойлеры вам видны где несколько суперменов с другой сражаются примерно такие сцены концовку не буду показывать здесь очень метафорично как раз таки работает вот в обоих этих сценах и суперменами с бэтменом и чудо-женщины параллельно сцена того как джефф джонс показывая полноту вот моральная дегороданство скажем тогда американского этот вот насилие желание мстить и все вот это вот в конце все-таки выводит такое надежду супергеройскую все вот это вот освежает принципе комиксом джонс это вообще было свойственно хоть и такого манящества не конечно нету на джейсей но там тоже очень многие вещи вот за как бы рамками современном насилии они скажем так глушится тем что старое поколение и воспитанными молодежь они несут некую надежду и это как бы очень важно и это принципе во многих работах джонса прослеживается в том числе и в кризисе в конце все-таки герои само собой побеждают но не без последствий самом сборнике в конце идет послесловие бесконечно кризис дальше при осмыслении вселенной дисси наша история троица и так далее здесь как бы выясняю высказываясь точнее такой концепт всех серий о том что издательство собирается делать с ними когда вот кризис подавался к слову крат показана смерть от декорда голубого жука которая собственно стала триггером для всех этих событий день возмездия важен для шазама история амазонки атакуют омак project который тоже буквально кризис него и начинается там про паранойя бэтмена и проект которым пытался создать который вышел из-под контроля и все эти вещи здесь грубо говоря пересказываются в целом и таким образом читать кризис становится много легче я очень рад что издание полностью копирует абсолютное американское издание абсолютно полностью абсолютно вот и в принципе для нового читателя мне кажется это вполне комфортный вход все это дело потому что все равно восприятие это будет разным как бы если вы читали это на через пару лет после выхода и во всем этом варились по ходу дела как я плюс-минус собственно и испытала себе это но восприятие истории читать ее в контексте того что уже после него было очень много всяких событий и как бы похоже скажем так комиксов и важных других основополагающих ивентов как и сейчас модно называть это конечно проект немножко будет другое но это если серия и серия эта классика это надо знать в принципе хоть это и в нулевых было сделано но для повторюсь тех комиксов если хотите действительно какие-то качественные истории изучать бесконечный кризис лучше сторон не обходить все-таки есть очень много важных линий интересных более того я считаю что многие персонажи здесь и развиты сами по себе тоже очень интересно концерт обложке тот же там бэтмен который супермен сам сама как бы тема их дружбы их конфликта мне принципе очень импонирует именно только где все это разрешается как развиваются истории титанов на странице тоже кризиса особенно супер бой прайм как принципе один из самых лучших наверно супер злодеев истории дисси я думаю что пятерок он бы точно пошел здесь его развитие конечно очень классная и вот все что с ним сделано вселяет одновременный ужас и изумление в общем это обязательная к прочтению книга любителям лора дисси любителями вот всю эту вселенную постигать знать скажем так канон continuity и опять же классику спасибо что смотрели и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok